Рассмотрим первый этап выполнения индивидуального проекта. Первое, что нам нужно, скачать исполняемый файл Hyuga для того, чтобы генерировать страницы сайта. Ссылку на этот репозиторий можно найти вот здесь, в описании к индивидуальному проекту. Вот я ее уже здесь открыл. Нам нужна самая последняя версия. Файлы находятся вот ниже, их 26 штук. Нам нужно выбрать в зависимости от того, где вы делаете. Если это Linux, мы выбираем архив Hyuga именно Extended версию. И архив должен называться TAR.GZ. Не DEP, а именно TAR.GZ. Скачиваем, сохраняем. Сохраняется автоматически в загрузках. Дальше разархивируем. Извлечь в текущую папку. И здесь нам нужен всего один файл. Ну тут всего-то один файл исполняем, а два остальных просто информационных. Копируем этот файл. Не, лучше вырежем вообще. А в домашней папке создадим... Создадим сейчас пустую папку BIN. Назовем ее BIN. И скопируем этот файл сюда. Если вы делаете на своем компьютере, вы можете скопировать этот файл через консоль в User Local BIN. Тогда у вас в консоли можно будет просто набрать Hugo, и оно выполнится без указания пути. А нам придется указывать каждый раз путь до этого исполняемого файла. Мы должны будем указывать BIN Hugo. Вы сейчас увидите. Следующее, что мы делаем в консоли уже, нам нужно будет сейчас сделать клон репозитория. Мы сперва должны создать репозиторию. Эта вот ссылка уже здесь находится. Где написано. В качестве шаблона индивидуального сайта используем шаблон Hugo Academic Team. Вот она ссылка. По ней мы проходим. У меня уже открыто. И так же, как вы делали для лабораторных, мы нажимаем на кнопку Use List Template. То есть, использовать как шаблон. Здесь указываем имя. Ну, мы напишем просто блок. Имя может, в принципе, быть любое, какое захотите. Жмем создать репозиторию из шаблона. Он создается. Какое-то время должно пройти. После этого мы можем его клонировать. Вот здесь копируем ссылку. Возвращаемся в консоль. Ссылку вносим. Гид-клон. Выполняем. И сейчас у нас создастся каталог блока. А внутри него уже вот эти файлы, которые мы тут видим. Они скачиваются. Все. Переходим теперь в блок. Здесь мы можем видеть эти наши файлы. И сейчас мы здесь выполним бин хьюга. Вот мы его расположили в этом каталоге, в каталоге пользователя бин. Поэтому, так как это каталог пользователя, нам надо перед ним поставить значок тильды. Иначе работать не будет. Не перепутайте. Нельзя просто набрать бин хьюга. Обязательно тильда. Слэш бин слэш хьюга. Так, нет, это ладно. Можно сперва выполнить просто хьюга. А потом нам нужно будет выполнить... Сейчас проверим, что тут появилось. Тут появился каталог паблик. Его пока удалим. Пока он нам не нужен. Удалим этот паблик. Потом его создадим заново. Пока он нам не нужен, будет только мешаться. Пока мы не просто хьюга выполним, а хьюга сервер. Если всё без ошибок, то будет просто белым цветом сообщение. А вот здесь вы увидите ссылку. Нажать, может быть, не получится. Лучше скопировать, перейти в браузер, вставить и открыть. И сейчас мы должны увидеть сайт. То есть при выполнении этой команды у нас автоматически создались необходимые файлы. И мы теперь видим вот этот сайт. Но мы это видим только на данном компьютере. Кто-то в другом месте в интернете не сможет это увидеть. Потому что это исключительно на нашем компьютере видно. Вот то, что вы тут видите зелёное. Здесь есть примечание. Чтобы убрать это зелёное предупреждение, нужно удалить один из файлов. Сейчас я это сделаю. Вы увидите, как сразу же пропадёт этот зелёный фон. И останется только сам основной сайт. Значит, чтобы удалить файл, откроем его. Значит, мы находимся в домашнем каталоге. В каталоге Work у нас вот этот блок. Здесь же указано, что файл лежит в папке Content, потом Home, а потом Demo.md. Вот это нам надо удалить. Вот у нас каталог Content, каталог Home и ищем файл Demo. Как только я его сейчас удалю, здесь автоматически пропадёт. Вот этот зелёный фон, и мы видим только основной сайт, который вы потом будете модифицировать, чтобы добавить сюда уже вашу информацию. Пока он нам в таком виде достаточно, чтобы был. Ничего пока менять не буду. Теперь второй шаг, который надо сделать, самый длинный. Это перенести теперь сайт на репозиторий. Ещё один репозиторий надо будет создать. И это нам позволит смотреть этот сайт не только с локального компьютера, но, в принципе, с любого другого. То есть он будет находиться где-то на GitHub, и любой может к нему получать доступ. Так, чтобы это сделать, во-первых, здесь нажимаем Ctrl-C, завершим Kuga сервер. И перейдём опять в GitHub, создадим репозиторий, ещё один. Только мы будем его создавать с специальным названием. Не просто произвольно он должен называться. У него должно быть специальное название. Он должен называться так же, как ваш пользователь. В данном случае у него гем.и.жав. После этого должна ставить точка GitHub.io. Это прямо вот так должен называться ваш репозиторий, который вы создаете. Ещё раз подчеркну, что вместо того, что мне тут имя пользователя, вы в своё имя пользователя здесь вставляете. Вот как вот тут оно написано, так вы здесь его повторяете ещё раз. Потом точка GitHub.io. После этого, вот можете даже заметить, что теперь при простом создании репозитория здесь было меньше опций, а тут у нас теперь их больше становится. Мы это всё игнорируем и жмём просто Create Repository. Не трогаем пока здесь ничего и переходим в наш каталог. Рядом с блогом, не в блоге самом, а поднимаемся на уровень выше. Мы должны наш блог увидеть вот здесь. Рядом с ним мы клонируем этот репозиторий, вновь созданный. Гид клон. Вот этот репозиторий клонируется. Он будет автоматически, будет создан в каталог. И проверяем, на всякий случай, что он создан. Вот он. У него будет название такой же, как потом ссылка на наш будущий сайт. Переходим в него. И сейчас надо выполнить команду, которая для вас будет новой. Здесь мы, так как репозиторий у нас пустой, должны создать ветку. Ветка должна обязательно называться Main. Вот B. Это branch, ветка. И называем её Main. Нажимаем Main. Переключено на новую ветку Main. Но других веток нету, поэтому это и одна единственная и будет. После этого создаём пустой файл. Файл пустой, но нам просто нужен какой-то пока файл, чтобы активировать репозиторий. Добавляем этот файл. Но вот тут действия уже знакомы. Git commit. И тут пишем, что добавили. Запись включить. Добавили. Всё, добавили. После этого делаем git push. Вот здесь надо, на всякий случай, добавить Arigine Main. Это можно не делать, потому что у нас ветка одна единственная. Но если вы что-то чуть-чуть по-другому сделали, у вас две ветки, например, образовалось, лучше не перестраховаться и вводить эту команду полностью. Чтобы быть точно уверенным, чтобы всё в ветке Main оказалось, а не в какой-то другой. Так, вот на этом этапе идём опять в браузер и проверяем, что тут всё обновилось. Вот, да, у нас появился файл редми. И теперь мы сможем этот репозиторий использовать. Непосредственно этот репозиторий из этого каталога мы теперь трогать не будем. Мы сейчас сделаем одно действие, которое нам позволит. Мы перейдём обратно в блок. Вот я вернулся на уровень выше и перешёл опять в блок. Я могу сейчас ПВД выполнить, чтобы убедиться, что я действительно в блоке нахожусь. И теперь мы будем только здесь работать. Наша задача сейчас выполнить одну команду, которая подключит репозиторий, который мы только что создали, вот этот, к папке паблик внутри нашего блога. Это нужно сделать, чтобы эффективно генерировать страницы сайта. Значит, сейчас выполняем длинную команду, git-саб-модуль. Нажимаете тап, чтобы подсказала вам система автоматически правильное слово. Чтобы они аж не опечатались. Указываем, что надо добавить это в ветку main. И дальше указываем ссылку на наш вот этот новый сайт. У меня уже скопировал вместе с гид-собака, поэтому указываем просто так. Потом я пишу паблик. Создастся автоматически каталог паблик. И нажимаю Enter. Сейчас мы увидим, что вот тут он напишет, что у вас в гид-игноре есть игнорирование каталогов с названием паблик. Сейчас нужно это исправить. Запускаем mc. Здесь находим гид-игнор. f4. И комментируем вот тут паблик. Сохраняем. f2. Выходим отсюда. На всякий случай проверяем. Напишите cat.gidignore. githignore. И убедитесь, что тут паблик с решеткой. То есть мы закомментировали и не будут игнорироваться теперь каталоги паблик. После этого повторим сейчас вот эту команду. Всё, добавляется в индекс. В принципе, можно этого не делать. Тогда ваша папка просто не будет видна в репозитории. Так. Дальше. Когда мы это сделали, сейчас покажу прямо отсюда, как это будет выглядеть, у нас появилась вот эта папка паблик, а в ней только редми. Но на точку гид можно не реагировать, это должен быть невидимый файл. Мы привязали к папке паблик, к каталогу паблик, вот этот репозиторий, который тут справа виден. Теперь всё, что мы будем добавлять в папку паблик, будет оказываться в этом репозитории. Папку паблик мы вручную изменять не будем, мы туда будем файлы автоматически генерировать. с помощью хьюга, бин хьюга, находясь в каталоге блог, выполняйте бин хьюга. Вот я выполняю, и у меня вот открытка, открыта папка паблик, каталог паблика, вы должны видеть, что здесь автоматически появились файлы. После того, как мы запустили хьюга, здесь автоматически появились файлы, которые будут как раз являться файлами сайта нашего. Теперь следующее, что нам надо сделать, синхронизировать эти файлы с репозиторием. Вот он у меня тут открыт, и мы сейчас это проделаем, и мы увидим, что там они тоже появились. Возвращаемся в паблик, делаем тут гид. Это вот для проверки, чтобы убедиться, что он подключён. Вот этот репозиторий, видно, что этот каталог подключён к нашему репозиторию. Вот тут видно, demidav.github.io.gid. После этого стандартные действия проделываем, git add. Дальше git commit am. Ну, напишем добавили сайт. Всё, добавила нам файлы. Git push origen master main. Жмём enter. О, я неправильно написал. Origen. Вот так. Так всё сработает. Вот, всё нормально. Ну, на этом, в принципе, всё. Это последнее было действие. Проверяем, что всё работает. Обновляем тут репозиторий. Видим, что появились все файлы. А теперь осталось единственное, что надо сделать. Это скопировать ссылку на наш новый сайт. Нажать enter. Нужно подождать где-то секунд 20, чтобы обновилось. Автоматически обновляется с запозданием. Пока мы видим просто то, что видели в самом начале. Но через какое-то время мы увидим тот сайт, который открывали с компьютера. А теперь он у нас будет лежать в репозитории и открываться из интернета. Вот, обновилось. И вот полноценный тот сайт, который был. Вы его потихоньку будете модифицировать, наполнять своей информацией. И каждый раз, загружая на репозиторий, он тут будет также обновляться. И доступ к нему может получить любой желающий. Получается такой бесплатный хостинг статического сайта. На этом все. Это первый этап индивидуального проекта.